всем привет иногда меня посещают мысли это бывает не очень часто но случается и вот когда мысли посещают хочется совершить какой-нибудь нормальный поступок стать ближе как-то к реальности слава богу что это не так вот как я сказал часто без мысли в основном существую как как и большинство человечества безо всяких мыслей так ведешь себя по жизни работаешь что-то делаешь а когда мысли приходит туда если вы мысли приходили к каждому человеку все время каждый день и по многу я думаю что человечество вымерло бы давным-давно но вот приходит все равно иногда и хочется на этих хочется выбросить на помойку все вот это вот все свои все мои black sabbath и все мои эмерсон лэйк энд палмеры пластинки я имею ввиду и прочее вот это вот все потому что великое рок-н-ролльное надувательство как сказал один умный человек действительно думаешь вот это вот эти вот люди которые строят из себя каких-то глашатые в каких-то пророков утверждают что они что-то там несут такое какую-то философию это искусство на самом деле просто зарабатывает бабло чисто на нас с вами на мне на вас на всех тех кто покупает эти пластинки слушает эту музыку но правда это быстро проходит слава богу и все остается на месте и black sabbath и эмерсон лэйк энд палмер и прочие иглз и ладзеппелем и все остальное правда от электрок лайтокистра я все-таки избавился слава тебе господи не занимает больше места на моих полках но мысли уходят и все возвращается на круги свои начинаешь смотреть кино кино например черно-белое например снятая замечательным фотографом который зовут антон карбайн фотограф который сделал самые лучшие наверно снимки рок-звезд с которых я начал сегодняшнюю нашу встречу наснимал все что все что только поет и движется по сцене все что только играет и сидит за барабанами и очень красиво все очень здорово гениальный фотограф на самом деле черно-белые фотографии его они удивительно удивительно художественные очень здорово с динамикой сообщится с глубиной со всеми делами так вот он решил снять кино однажды я не знаю точно но по слухам по информации которая до меня доходит он продал практически все свои авторские права на фотоработы которых огромное количество и на эти деньги снял кино кино называется контроль черно-белый фильм как фильм сам по себе как фильм если рассматривать его в отрыве от сюжета в отрыве от персонажей именно как сделан фильмами не очень нравится потому что карбайн он все-таки не профессиональный режиссер скажу то он кстати говоря что-то еще снял я не знаю что но говорят что очень хорошо а то и а то и не и и не один даже фильм еще кроме контроля но я не видел не слышал не знаю я говорю о фильме контроль но посыл его герои они конечно заслуживают внимание и конечно этот фильм стоит посмотреть я не буду говорить нужно посмотреть обязательно нужно послушать эту пластинку обязательно ничего не нужно все это все это внешне на самом деле и пластинки и фильмы нет ничего такого что нужно обязательно получится посмотрите очень хорошо очень полезно фильм посвящен группе не магазин нет про это в другой раз а группе джойди вижн которую я и хочу сегодня вспомнить вместе с вами это первый альбом анон плашерс называется он 1979 год а карбайн он страшный фанат джойди вижн страшный фанат яна кертиса вокалиста и автора практически всех песен группы джойди вижн и он рискнул своими деньгами и снял это кино кино окупилась слава богу антон не пропал не прогорел и честь ему и хвала на самом деле далеко не каждый художник отважится вот так вот продать все свои достижения чтобы снять кино кино это штука не очень не дешевая я это знаю поскольку там работу снять кино это большая работа большой труд и конечно это очень большие деньги вернуться они не вернуться они не знает никто из тех кто снимает кино никогда никто не знает когда деньги возвращаются это приятный сюрприз всегда ох как круто мы заработали денег отлично но это бывает не так часто как хотелось бы так вот джойди вижн как я уже сказал хочется иногда оторваться от эстрадной музыки как бы ее не называли хард-роком прогрессив-роком каким-нибудь еще роком ну эстрада имеет право на существование все равно и она существует для нашего развлечения она приносит нам удовольствие и скрашивает нашу жизнь однако художники если они художники настоящие они хотят всегда развиваться всегда идти вперед делать что-то такое чего до них никто не делал и вот два манчестерских парня пошли на концерт группы секс пистолс которые сделали то самое новое чего до них никто никогда не делал они представили рок-звезд в том самом виде в котором они нас в реальности коими они в реальности и являются не вот этими полу богами в кружевах и в дорогих лимузинах а нормальными парнями которые выходят на сцену играть на гитарах и молодым манчестерским ребятам эта история очень понравилась они решили собрать свою группу нашли гитариста нашли вокалиста яна кертиса который стал очень быстро руководителем этого коллектива и стали играть музыку которая ни на кого была не похожа ни на что не похожа но она получилась удивительно хорошей удивительно самодостаточной удивительно мощной и вот эта пластинка она недаром называется одной из главных записей рок-музыки вообще на этих главных записей довольно много там если говорить от всяких списках журнала rolling stone и прочих там 500 альбомов главных альбомов рок-музыки там 300 главных альбомов она входит во все списки безусловно и по делом потому что это на самом деле так это правда это такой звук такая подача ну подачу это сравниваются с группой doors я на кертиса сравнивать с джимом морисоном правильно сравнивать похоже похоже но морисон все-таки был поп-звездой что не говорите при всей любви при всем уважении пятое-десятое это все равно поп ну пускай рок-звезда да а ян кертис это отдельное животное совершенно и группу джей дивизион это совершенно самодостаточные отдельные не существующие в обойме шоу-бизнеса люди хотя конечно пластинки выпускались продавались пластинку этот слава богу продалось плохо самого начала и стала мега хитом уже позже уже после смерти яна кертиса но слава богу что сначала продавалось плохо и ребята не влились в эту золотую в этот золотой ручей где доллар прямо вот и фунты везде болтаются и душа 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 тартиста душа дайте мне еще фунтов дайте мне еще этого не случилось и очень хорошо появился продюсер про продюсер мартин хэммэндс удивительный монстр который записал в том числе и пластинки группы магазин и пластинки группы happy mondays и много много чего еще интересного не похожего ни на что и создал тот самый звук joy division характерный который завораживает цепляет и если понравилась песня любая песня joy division например disorder первая который начинает цепь пластинка то все вы пропали пропали навсегда вот этот придушенный звук барабанов манера игры барабанщика вообще она похожа немножко на манеру воровальщика группы к н я не знаю слышали ли артисты joy division к н я думаю что слышали конечно не будем отказывать им в разносторонности интересов я думаю что слышали хотя они слушали секс пистол слушали дэвида бауи любили очень эту музыку прислушали продвинутую музыку слушали артистов которые идут вперед а к н именно такими и являются очень придушенный звук ударных с которых начинается песня disorder клавиши на которых играл хэмнет продюсер удивительно мерзопакостный звук гитары мерзопакостный настолько что его хочется слушать дальше и дальше и кстати говоря самая мерзопакость самый кайф самое то что надо проявляется на втором альбоме в песне отросите эксибишен здесь пять песен на одной стороне 4 на другую точного 4 на 1 5 на 2 отрок сетей к себе от отросите эксибишен это нечто это такой не хочется говорить слово психоделия употреблять его но такой вал звука как пишут критики абразивной абразивного звука гитары скрижащий такой пах похоже на наждачную бумагу действительно эту про абразивность это правильное определение и такие странные партии у гитариста аккордовые и одноголосые и аккорд и такой навал и так все это обработано хэмнетом какие он использовал обработки мне совершенно непонятно потому что там реверберация и чего там только нет но там работа с усилителями конечно с задержками с перегрузами и так это все так это звучит так никто никогда не играл действительно никто никакие прогрессивщики никакие софт-машин даже не 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 гонг не хоквинт ни у кого такого не было это так здорово но так при этом кажется просто day of the lord следующий номер да если disorder он как бы злой достаточно мрачный но он мажорный в конце там странная мажорная соло на гитаре идет танцевальная музыка но очень загруженная примерно как удор станцевальная примерно такая тут day of the lord это не то чтобы похоронный марш это похоронный марш всей эстрадной музыки на свете в каком бы виде она не существовала но это очень здорово кандидат кандидат довольно странное полотно а вот inside мне очень нравится inside и now down фейдес последние две песни на первой стороне они продолжают то что было начато в day of the lords ну day of the lords это шедевр просто не хочется говорить слова хит относительно джои дивизион потому что вот этот холодный ледяной звук ледяной ледяное пение баритона яна кертиса страдающего эпилепсией что кажется слышно даже в его песнях если даже не знать о его болезни кажется что человек не здоровый абсолютно это я не иронизирую с большим уважением отношусь к покойному я на кертису но слышно слышно боль слышно не не совсем адекватное восприятие мира а может быть наоборот она у нас неадекватная у него была адекватная но тем не менее вторая сторона шезлоц контрол еще одна танцевальная практически песня правда довольно медленная но танцевальная но очень непонятно что сказать злая не злая страшная не страшная серьезная серьезная мужская взрослая несмотря на то что парни молодые достаточно ну так прямо и вот эти ударные странные со странной задержкой вас играющий не так как играет бас-гитара в принципе в рок-н-ролле вообще по-другому совершенно играют мелодические фразы хотя мелодические фразы многие играют но здесь играется некрасиво здесь нет красивости искусственной красоты вот этой вот вот этих мы сделаем вам красивую музыку здесь ничего этого нет здесь настоящее чувство настоящая музыка при этом все все сделано правильно все на месте никакой фальши все очень круто следующие три песни шедл плей волдынерс и интер зон это практически панк-рок почти панк-рок но в стиле джои дивижн все равно это не зверство секс пистол не регги clash а это ледяной ледяной просто в вау катящийся скользящий на вас айсберг музыки джои дивижн и добивает уже окончательно i remember nothing в конце 6 минут так чтобы добить накрыть этим самым айсбергом утоптать утрамбовать залить сверху водой и заморозить окончательно кстати продюсер когда записываю этот альбом но про это много написано что он установил в студии самую холодную температуру с помощью кондиционера все страшно мерзли и играли в холоде в таком адском вот и получилась такая штука гениально на мой взгляд это абсолютно гениальный альбом сложный для неподготовленного человека любящего юрая хип и black sabbath конечно будет трудно но нужно джои дивижн а новым положились ну а если уж совсем раскачаться то и второй альбом вот этот самый клозер который вышел уже после смерти и она кертиса как я уже говорил здесь изумительная гитарная работа в песне отрокси от от ростите эксибишен это любому гитаристу нужно знать выучить наизусть и играть по ночам желательно на на полной громкость включить на полную громкость включить комбик поставить его дома врубить все ручки вправо и сыграть песню от ростите эксибиш все жители окрестных домов будут в восторге я пошел пить пока